Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Биткоинеры любят говорить, биткоин это исправляет. И мы прямо сейчас наблюдаем ситуацию в Китае, которую биткоин действительно может исправить. Она снова напоминает нам, зачем нам нужен биткоин. Что мы видим? Вкладчики в ряде китайских банков принесли свои деньги в эти банки и положили их на депозит под проценты. Но с апреля этого месяца банки замораживали все больше и больше выплат по этим депозитам. Теперь внезапно среди вкладчиков значительно выросло беспокойство. И поэтому они вышли на улицы и требуют, чтобы банки вернули им их деньги. Но это не просто какой-то там протест. Мы видим, как против банковской системы поднимается целое восстание. На самом деле, такого в Китае мы видеть не привыкли. Как сказал Брэд Миллс, система социального доверия ломается в Китае прямо на наших глазах. Нуждаемость в биткоине растет все больше по всему миру каждый день. И волатильность растет глобально тоже. Мы видим видео протестов и понимаем, что это не просто прогулочка по парку. Все больше и больше людей выходят на улицу с требованиями вернуть им их деньги. Как мы знаем, Китай это большая страна. Но протесты эти происходят в провинции Хэнань. Но вопрос, распространятся ли они на остальные части этой огромной страны, в которой живет больше миллиарда человек. Я приведу несколько цитат нескольких человек из Китая, чтобы ты понял, как меняется их отношение к банкам и правительству. «Я не ожидал, что на этот раз они будут такими жестокими и бесстыжими. Не было никаких обращений или предупреждений с их стороны. Они просто жестоко нас разогнали», — сказал один вкладчик из мегаполиса за пределами провинции Хэнань, который ранее протестовал в Чэньчжоу и потребовал от CNN скрыть его имя из соображений безопасности. Следующая цитата. «Зачем госслужащие нас бьют? Мы всего лишь обычные люди, требующие вернуть наши деньги. Мы не сделали ничего плохого», — сказала женщина из Шаньдуна. Еще одна цитата. «Будучи безработным, все, что я могу сделать, это жить на свои сбережения. Но теперь я не могу сделать даже это. Как они думают, я должен выживать без своих денег?» И, наконец, последняя цитата. «Инцидент полностью перевернул мое отношение к правительству. Я жил всю жизнь с большой верой в правительство, а сегодня я знаю, что никогда уже не смогу доверять ему снова». Конечно, на улицах Китая протестуют. И так же, как и в других странах, протесты таки слышат в правительстве. Но что мы еще точно знаем, это про реакцию правительства Китая на требования вкладчиков вернуть свои деньги. И эта реакция удивляет даже самих протестующих. Если упростить ситуацию, выходят, что есть люди, чьи сбережения взяли банки и пообещали вкладчикам безопасность их депозитов. Но теперь эти люди пытаются вывести свои деньги обратно, но банки не отдают их. Фактически, они ограбили этих китайцев. Очевидно, это главная проблема для тех, кто столкнулся с этим в Китае. Но также это станет главной проблемой для всех стран по всему миру, где потенциально банки тоже однажды не смогут выплачивать депозиты. Банковская паника так же стара, как мир, и она будет обязательно повторяться. И мы уже видим ее в Китае, где людям заморозили их депозиты и выплаты по депозитам. Это создает много страха и неуверенности. И многих людей это заставляет сомневаться и задавать вопросы, а как это работает вообще, почему это не работает и какая есть этому альтернатива. Я не эксперт в Китае и не знаю их политиков и как работает их китайская система. Но что я точно знаю, что если люди вкладывают свои деньги в банки, они всегда хотят иметь возможность пойти и вывести эти деньги обратно. Если они не смогут этого сделать, начинаются страхи паника. А паника может привести к любым неожиданным последствиям. И это то, что происходит в Китае прямо сейчас. Какая же есть альтернатива? Биткоин. Биткоин это децентрализованный вид денег. Каждый человек в мире может хранить свои ключи от кошелька и полностью контролировать свои деньги. Кроме этого, биткоин сводит на нет любые риски, связанные с третьими лицами. Например, заморозку депозитов. А банк в твоих отношениях с деньгами является третьим лицом. В биткоине нет банка и нет посредника. Тебе не нужно доверять такому посреднику, как банк, если ты работаешь с биткоином. Это то, что приносит нам цифровой век. А биткоин, как резервная валюта этого цифрового века, находится на передовой и учит людей, что возможность самопринадлежности, назовем это так, самоуправление, станет чем-то очень-очень важным в ближайшие годы. И Китай – яркое доказательство, почему это случится. Меня зовут богатейший Ди, и я верю в биткоин. Если ты тоже, подпишись на канал и поставь лайк. Это очень-очень помогает мне находить мотивацию для создания нового контента. До скорого. Продолжение следует...